Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим меню на пасхальный праздничный стол из 8 блюд. Оно состоит из пасхального кулича, яид, закусочного рулета, эклеров, двух разных салатов, запеченной рыбы и отбивных. На свое усмотрение вы можете добавить еще и свои любимые блюда. Первый приготовим запеченную скумбрию с лимоном. Рыба получается очень сочной, вкусной и с приятной кислинкой лимона. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала скумбрию нужно разморозить и очистить от внутренностей. Я подготовила 2 тушки скумбрии. Рыбу перчим и солим по вкусу с двух сторон и внутри. Сверху рыбу смазываем небольшим количеством сметаны. Сметана может быть любой жирности, если ее нет, то можно смазать майонезом. Подготовленные тушки скумбрии разрезаем на порционные куски. Одну луковицу нарезаем полукольцами. Один лимон тоже нарезаем полукружочками. Форму для выпечки немного смазываем растительным маслом. В форму перекладываем нарезанную кусочками скумбрию. Между каждым кусочком рыбы кладем лук и лимон. Также у меня на канале есть и другие тоже очень вкусные рецепты приготовления скумбрии. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Форму с рыбой ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем рыбу примерно 35-40 минут. Запеченная скумбрия с лимоном получилась очень вкусной и красивой. Сочность рыбки придают луковые кольца, а лимон придает скумбрии приятную кислинку и пикантный цитрусовый аромат. Благодаря сметане на рыбе получается очень аппетитная корочка. Вторыми приготовим очень вкусные закусочные эклеры. Готовятся они просто и быстро и получается их много. Сначала приготовим тесто для эклеров. В небольшую кастрюлю кладем 125 грамм сливочного масла. Сюда же наливаем 200 миллилитров воды и добавляем щепотку соли. Ставим на огонь и доводим до кипения. Как только вода с маслом закипит, уменьшаем огонь до минимума и насыпаем 130 грамм муки. И интенсивно перемешиваем. Снимаем с огня. Тесто должно стать однородным и собраться в комок. При правильном заваривании на дне кастрюли должна образоваться тонкая пленочка. Даем тесту остыть 2-3 минуты. В немного остывшее тесто разбиваем яйца по одному. После каждого нужно вымешивать тесто до однородности. Также вымешивать тесто можно миксером. Готовое тесто для эклеров перекладываем в кондитерский мешок с насадкой звездочка. Отсаживаем эклеры на противень, застеленный пергаментной бумагой. Длина отсаженного эклера примерно 6-7 см. Между эклерами обязательно оставляем расстояние, так как они увеличиваются в объеме примерно в 3-4 раза. Для того, чтобы эклеры имели более красивую форму, торчащие кончики прижимаем мокрой ложкой. Эклеры ставим в разогретую духовку до 220 градусов и выпекаем 10 минут. После этого, не открывая духовку, снижаем температуру до 190 градусов и выпекаем еще 15-20 минут. Пока пекутся эклеры, приготовим для них начинку. 150 г сыра трем на мелкой терке. Сюда же к сыру трем 4 вареных яйца на крупной терке. Выдавливаем 1-2 зубчика чеснока через пресс. Немного солим. И добавляем 2-3 столовые ложки майонеза. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. Нарезанный укроп добавляем к начинке и хорошо перемешиваем. Эклеры уже испеклись и остыли. Разрезаем эклер до половины и кладем в него примерно чайную ложку начинки. Готовые начиненные эклеры красиво выкладываем на блюдо, украшенное листьями салата. Эклеры получились очень вкусными и воздушными. Это отличная закуска на один укус. Третьим приготовим морковный закусочный рулет на праздничный стол. Готовится такой рулет очень просто, а на столе выглядит ярко, красиво и празднично. Такую закуску любят все, как взрослые, так и дети. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подписывайтесь и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 600 грамм свежей морковки трем на мелкой терке. Тертую морковь кладем на сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла и кусочком сливочного масла. В сливочное масло добавляем примерно 10 грамм для аромата. Морковь пассируем около 15 минут на небольшом огне до мягкости под крышкой. Периодически ее перемешиваем, чтобы не пригорело. Готовую морковь перекладываем в миску и даем немного остыть. 5 яиц аккуратно разделяем на желток и белок. Желтки добавляем в миску с морковью и перчим. Все перемешиваем. В белки добавляем примерно 1 чайную ложку соли. Взбиваем их около 5 минут до крепкой и устойчивой пены. В подготовленную морковь добавляем взбитые белки в 2 подхода. Все аккуратно перемешиваем лопаткой. Масса должна получиться однородной и воздушной. Готовое тесто перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Аккуратно распределяем его равномерным слоем по всему противню. Размер моего противня 38 на 47 сантиметров. Тесто ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 15 минут. Готовый корж достаем из духовки и даем ему остыть около 10 минут. Для начинки мелко измельчаем небольшой пучок укропа. Измельченный укроп перемешиваем с сыром Филадельфия. Я взяла 300 грамм сыра. В этом рулете можно использовать и другую начинку, например, хорошо измельченный творог или натертый сыр с майонезом и чесноком. Морковный корж уже немного остыл. Переворачиваем его на пищевую пленку и снимаем пергаментную бумагу. Сверху корж смазываем подготовленной начинкой, аккуратно распределяя ее по всей поверхности. Рулет сворачиваем с помощью пищевой пленки или пергамента. Если такой рулет сворачивать руками, то он может потрескаться. Готовый рулет заворачиваем в ту же самую пищевую пленку и ставим в холодильник настаиваться примерно на 2-3 часа. Праздничный морковный рулет получился воздушным и очень вкусным. В нем отлично сочетается мягкий морковный корж и нежный сливочный крем. Такой рулет хочется есть еще и еще. Обязательно приготовьте такой яркий рулет, он очень красиво смотрится на праздничном столе. Следующими будем украшать яйца на Пасху без красителей. Такие яйца получаются очень красочными и необычными. Этот метод украшения яиц очень нравится детям. Это отличный способ провести время вместе. Для украшения методом декупажа понадобятся белые вареные яйца и декоративные салфетки с рисунками. Каждую салфетку разделяем и оставляем только верхнюю часть с рисунком. Понравившийся фрагмент рисунка аккуратно вырываем руками. Можно также вырезать ножницами, но рваные края более гармонично соединяются друг с другом. Лучше всего для декупажа яиц подходят салфетки, у которых мелкий рисунок. На яйцах красиво смотрятся как цветочные рисунки, так и различные орнаменты. После того, как подготовили рисунки, берем яичный белок и немного его взбиваем вилкой, чтобы разрушить структуру белка. Вырезанный рисунок кладем на вареное яйцо и кисточкой, смоченной белком, приклеиваем его сверху. Так украшаем все яйца. Лучше всего использовать декоративные салфетки с белым или светлым фоном. После того, как украсили все яйцо, кладем его на тарелку и даем ему высохнуть. Кроме того, можно украсить яйцо, завернув его полностью в салфетку. Для этого салфетку кладем на яйцо и начинаем наносить белок, начиная с середины салфетки и продвигаемся к краям. Когда половина яйца будет уже украшена салфеткой, переворачиваем его в руку. Сводим все края салфетки вместе и отрезаем лишнюю салфетку ножницами. С этой стороны точно так же приклеиваем салфетку белком. Вот такие красочные и необычные получились пасхальные яйца. Обязательно их приготовьте, это очень просто и красиво. Пятым блюдом приготовим салат «Цветочная фантазия». Это легкий салат в приготовлении и на столе смотрится очень красиво и нарядно. Сначала подготовим все ингредиенты. Одну луковицу нарезаем кубиками. Нарезанный лук обжариваем на сковороде с небольшим количеством сливочного масла. Пока жарится лук, нарезаем пластинками 300 грамм шампиньонов. Нарезанные грибы кладем в сковороду к луку. Жарим грибы до готовности. В конце жарки грибы солим и перчим по вкусу. Снимаем с огня. 300 грамм колбасы нарезаем мелкими кубиками. Я взяла вареную копченую колбасу. 100 грамм сыра трем на крупной терке. 3 вареных яйца тоже трем на крупной терке. Собираем салат. Нарезанную колбасу кладем в тарелку и равномерно распределяем по дну. Сверху наносим сеточку из майонеза. Сверху выкладываем слой с грибами и луком. Опять наносим сеточку из майонеза. На грибы кладем тертые яйца. Наносим майонез. И последним слоем кладем тертый сыр. Теперь приготовим украшение для салата. Берем половину помидора и отрезаем крайние части с двух сторон. Помидор нарезаем тонкими поперечными пластинками. Нарезанные пластинки помидора аккуратно выравниваем полосой. Получившуюся полосу аккуратно сворачиваем так, чтобы получился цветок. Где нужно еще немного подправляем руками. Вырезаем ромашки из яйца. Для этого понадобится нож с острым концом. Ножом делаем зигзагообразные разрезы вокруг яйца, прорезая его до середины. Еще больше разных вкусных салатов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Аккуратно снимаем верхушку яйца, это и есть цветок. Из яиц, с которых делали цветы, вынимаем желтки и трем их на мелкой терке. Тертые желтки кладем сверху на салат, на слой из сыра. Розу из помидора переставляем с помощью ножа наверх салата. Вокруг цветка кладем цветочки из укропа. Между укропом кладем ромашки из белка. В середину каждого цветка кладем немного тертого желтка. Салат цветочная фантазия получился очень красивым, вкусным и оригинальным. Такой салат станет настоящим украшением праздничного стола. Шестым блюдом приготовим салат с пекинской капустой, курицей и кукурузой. Салат получается очень вкусным и свежим. И к тому же готовится такой салат очень просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон и посыпаем приправой карри. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки примерно 2 минуты. Сначала с одной стороны, а затем с другой. Когда мясо поджарилось с двух сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Пока готовится мясо, подготовим остальные ингредиенты. Мелко шинкуем 400 грамм пекинской капусты. Берем один большой сладкий перец и вырезаем у него семенную коробочку. Мякоть перца нарезаем кубиками. Еще больше разных вкусных салатов с пекинской капустой смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Филе уже готово, вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем нарезаем небольшими кубиками. В большую миску кладем подготовленную пекинскую капусту, нарезанный перец, одну банку консервированной кукурузы и нарезанное куриное филе. Салат немного солим, не забываем, что кукуруза и филе уже соленые. Перчим по вкусу. Салат заправляем примерно двумя-тремя столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с пекинской капустой, курицей и кукурузой получился очень вкусным и легким за счет овощей. Готовится такой салат быстро и получается его много. Такой салат можно приготовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Седьмым блюдом на горячее приготовим куриные отбивные в духовке. Готовятся они очень просто и получаются вкусными и мягкими. Такие отбивные отлично подойдут как на каждый день, так и на праздничный стол. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим мясо. Три куриных филе общим весом 1 кг моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Каждое филе разрезаем вдоль на 2-3 кусочка в зависимости от толщины самого мяса. Каждый кусочек филе отбиваем молотком для мяса с двух сторон. Отбивать нужно не очень сильно, чтобы филе не разорвалось. Мясо солим по вкусу и перчим. Приправы равномерно распределяем руками. С другой стороны филе тоже немного солим. Большой противень смазываем сливочным маслом. На подготовленный противень выкладываем кусочки филе. Готовим начинку. 5 вареных яиц трем на крупной терке. 50 г сыра тоже трем на крупной терке. К подготовленным яйцам добавляем тертый сыр. 3 чайные ложки горчицы зернами. Перчим по вкусу. И добавляем 2-3 столовые ложки несладкого йогурта. Все перемешиваем до получения однородной массы. Йогурт можно заменить сметаной или майонезом. Приготовленную смесь аккуратно выкладываем на филе. Начинку равномерно распределяем по каждому кусочку мяса. На каждое филе примерно уходит по 1 столовой ложке начинки. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. И запекаем примерно 30-35 минут. Отбивные готовы, можно подавать на стол. Куриные отбивные в духовке получились очень вкусными, мягкими и сочными. Они отлично подходят к любому гарниру. Также на пасхальный стол я приготовила кулич. Рецепт его приготовления и украшения смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Если вам понравился такой вариант пасхального стола из 8 блюд, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok